Приветствую вас, и вначале я отвечу на ваш вопрос, а после дам небольшой комментарий относительно него. И таким образом, вначале вы удовлетворите свой запрос, который был вами озвучен, и если захотите, то послушайте комментарий по поводу самого вопроса. Итак, вначале ответ на ваш вопрос будет звучать так. Вначале люди общаются, они узнают друг друга, они непринужденно проводят время, налаживают контакт, узнают, насколько совпадают их интересы, взгляды, точка зрения и так далее. Происходит это примерно в течение, скажем, нескольких месяцев. Ну, здесь все зависит от темперамента людей. Кому-то нужно больше времени, кому-то нужно меньше, то нужно участвовать в характере. Далее происходит постепенное сближение. Сближение может происходить по инициативе как мужчины, так и женщины, но, как правило, происходит по инициативе мужчины. Мужчина проявляет знаки внимания, начинает вести себя более интимно, более внимательно, стремится ухаживать за женщиной и, собственно говоря, делать ей какие-то подарки, помогать ей, быть с ней вместе, стараться проводить как можно больше времени и прочее. Следующий этап, это, собственно говоря, этап вхождения в личное пространство каждого человека, то есть это близкий контакт, не обязательно интимный, но близкий контакт, обнимание, поцелуи и, в общем. Постепенно дело, это физическое сближение происходит. Все это осуществляется на фоне общей изначальной легкости общения, его положительной окраски, доверия и, собственно говоря, стремления делать друг для друга что-то. Соответственно, отсутствие каждого этого элемента осложняет отношения и дает им определенные сложности. Далее, люди, как правило, выбирают два пути развития. Либо они начинают жить вместе, по сути дела, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Либо они живут еще порознь, но начинают уже планировать совместную жизнь, начинают уже задумываться либо о свадьбе, либо о совместном проживании. И, по сути, происходит сближение не только физическое, но и духовное. Когда люди уже не мыслят себя друг без друга и позиционируют сами себя, свои отношения, как единые целы. И дальше, собственно говоря, можно говорить о чувствах. То есть, поначалу, чувство – это страсть, влюбленность и так далее. Потом, спустя какое-то время, как правило, от трех месяцев до шести семи, страсть проходит. И от того, что останется после страсти, после влюбленности, зависит ваши эти самые отношения. Если под страстью у вас останется взаимоуважение, понимание, симпатия друг к другу, а также стремление делать для человека что-то хорошее, то это и есть любовь, и это, как раз таки, и будет основой для длительных отношений. Когда вы можете друг на друга положиться, и когда вы друг другу доверяете, уважаете, цените и так далее. И, собственно говоря, следующим этапом, последним этапом, является образование семьи и шейки общественности. То есть, по сути, это является вступлением в быт, в бытовую жизнь, что также является довольно-таки серьезным шагом и серьезным испытанием для пары, потому что люди могут сколь угодно хорошо общаться между собой, проводить время, заниматься любовью, развлекаться и поддерживать друг друга даже. Но если они оказываются в одной жилплощади, оказываются в быту, то человек может изменяться до неузнаваемости. И вот, быть является последним бастионом, последним препятствием для ваших отношений. Таким серьезным препятствием для ваших отношений. И его особенность в том, что поначалу люди, особенно если происходит это в период влюбленности, люди намного закрывают глаза и терпят. А потом, когда любовь, когда, точнее, эмоции идут на спад, чувства уходят, люди осознают, что, в общем-то, многие вещи их раздражают. И вот здесь важно сказать о том, что на протяжении всех отношений сразу нужно всегда обо всем разговаривать. То есть, в тот момент, когда вы решили быть парой, когда вы поцеловались, когда вы начали вместе проводить время, встречаться, вам нужно установить для себя такую вот тонкость, что вы все обсуждаете и абсолютно всем друг другом делите. Это такое проявление, проявление доверия. И тогда, если вы будете знать, что не нравится каждому из вас, вам будет проще решать проблемы, они не будут копиться и не будет копиться негатив, который, в свою очередь, не будет вливаться в ссоры, вливаться в агрессию, в конфликты, в споры и так далее. И дальше, следующий этап, который происходит уже после того, как вы более-менее адаптировались к быту, это этап притирки характера, который начинается, в принципе, еще раньше, но на первом месте выступает именно после спада эффекта новизны. И тогда нужно понимать, что вот в отношениях, несмотря на то, что вы друг друга уважаете, любите, цените, понимаете, стремитесь делать друг друга счастливыми, у каждого человека есть что-то свое. и это что-то свое он будет отстаивать. Понимание того, что отстаивает человек, отделение отстаиваемого от надуманного, необязательного, ненужного, эмоционального, от истины военного для человека и является залогом успеха длительных отношений. И в первую очередь, такие вот отделения, такие вот отслоения, дифференциации касаются того, что человек хочет, какие у него цели. Если, допустим, мужчина что-то говорит женщине сделать по-своему, то он не понимает, кому от этого будет лучше. Если, допустим, лучше мужчине хуже женщине, то такого делать не нужно. Если лучше женщине хуже мужчине, это браво мужчине делать что-то для женщины, и, соответственно, это браво его нужно уволять. Если лучше обоим, то, естественно, бюджетно принимать такие предложения, наверное, все-таки сто в сто. В случае, когда лучше женщине хуже, например, мужчине, то женщине в этом случае нужно сделать такое что-то, чтобы как-то компенсировать вот это ухудшение положения мужчины. Конечно, это не обязательно, но желательно для того, чтобы мужчина не чувствовал себя обделенным. Им будет приятно, что его женщина, допустим, как-то ценит его и стремится поддержать. Вот примерно так и выстраиваются длительные отношения. Теперь небольшой комментарий по поводу того, что вы написали. Лично я, вот другие эксперты могут сказать свое слово здесь. Лично я против терминологии употребления терминологии. Я считаю, что должен только должник кредитору. А в остальном случае все определяется личными желаниями каждого. и нету какой-то единой структуры, четкой структуры по развитию цепочки построения длительных отношений. Ведь у каждого, у каждого человека есть свои представления об этом. Кто-то, например, считает, что, допустим, заниматься сексом до свадьбы или, во-первых, свидания – это очень плохо и обесценивает, допустим, женщину. И он так считает, это его право. Пусть он так думает, если таково его мнение. Ну, а кто-то, например, занимаясь любовью с девушкой на первом свидании, сразу понимает, его это девушка или нет. И потому в каждой конкретной ситуации, в зависимости от человека, от его характера, от темперамента, от воспитания, от моральных устоев, от индивидуальных особенностей, цепочка построения отношений – своя. И если брать универсальность в какой-то цепочка, то эта цепочка, какой бы универсальной она ни была, будет банально не подойти человеку. Просто в силу его особенностей. И если вы будете стараться цепочку применять к своим отношениям, то нужно быть готовыми к тому, что где-то цепочка будет давать сбой, потому что человеку какие-то звенья этой цепи не подходят. И очень важно, чтобы вы старались не наслаждать насильно, не навязывать какие-то звенья, а понимать, как эти звенья можно видоизменить, чтобы они были подходящие человеку, чтобы они были подходящие валу. Потому что отношения – это не линейное развитие, это не монорельс. Это все-таки разветвленное, во многом спонтанное существование, развитие, и в этом нужно отдавать себе отчет. Поэтому для того, чтобы максимально адекватно подсказать вам цепочку развития длительных отложений, нужно знать вас, то есть получить какую-то информацию о вас, и информацию о либо партнере, в котором вы хотите эти отношения создать, либо о вашем желаемом партнере, то есть идеале партнера, к которому вы стремитесь. Тогда будет более определенная рекомендация, лишенная в большей степени абстрактности и отдаленности от личного. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь, в личку помогу вам. Если мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду вам очень благодарен. Спасибо. 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 Спасибо.